О мужестве и вере на примере императора Петра I. Этой теме была посвящена встреча учителей химкинских школ и духовенства. Ответственные за работу с образовательными учреждениями химкинского благочиния протеерей Игоря Улеско и заместитель благочинного священник Дмитрий Оселедец обсудили с педагогами вопросы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, а также роль церкви в период правления Петра I. Рассказали о том, какую оценку дает русское духовенство сегодня указом и поступком первого российского императора. Немножко прикоснуться к православию, к религии. Надо какое-то успокоение получить, какие-то более глубокие знания о жизни патриархов. Это очень обогащает нас, значит мы обогащаем детей, безусловно, на своих уроках. Необходимо детям на уроках получать немножечко понятия о вере, о религии, о духовности. В период регионального этапа рождественских чтений, которые длятся в течение трех недель, в школах учителя знакомят школьников с православием. В храмах для детей проводят экскурсии. Педагоги рассказывают деткам об основах православия, о нашей культуре, о нашей истории, о наших традициях. А затем проходят такие встречи с педагогами, чтобы они понимали позицию русской православной церкви, позицию священнослужителей, нас, священников, и могли в своем преподавании деткам опираться на эту позицию при желании. В прошлом году была тема святого благоверного князя Александра Невского, тоже историческая великая личность, разная тема. Рождественские чтения в России проходят в 30-й раз. Они направлены на духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения.